Ребят, я работал всю жизнь и зарабатывал деньги. Я сегодня готов идти в прокуратуру. Просто какими идиотами вы будете выглядеть в очередной раз, это уже увидят все граждане страны. Но, если бы вы просто сегодня вышли, выступили и сказали о том, что мы социалисты подали заявление в генпрокуратуру проверить имущество в саду. Это нормально. Проверить квартиры, что когда дарил, как привозил деньги в страну. Это нормальная процедура и в этом могли сделать и другие депутаты. Если не сделали, рекомендуем сделать из других партий. Но, вы сегодня вышли, обвинили меня в том, что я с сотрудниками примарии получаю откаты от 30 до 40%. То, что я завысил стоимость плитки. Обвинили меня в том, что я там кто-то скрыл, когда-то там не подал декларацию. То есть, вы обвинили меня сегодня в откатах, коррупции и так далее. Бельская мэрия, четвертый год является самой транспарентной в стране. Я-то тоже знаю, сестра. Поэтому, обвинив меня в откатах, в получении взяток, перепутав меня с вашим кульком, который был просто помятым, а сейчас еще и стал сдутым после всех поражений. Вы пытаясь сегодня вернуть хоть какую-то часть своего электората. Ребята, я подаю на вас в суд. На вот эту, ну есть пословица, три дебила это сила. Значит, вы знаете прекрасно ваш рейтинг. И ты, Нестеровский, и ты, Александр Русатов. Вы получали там 4, 5, по-моему, лучший результат у вас был 14. Мы набирали больше 60 всегда первым. Я вас подаю в суд, на вас в суд. Вот за все ваши высказания, сейчас юристы выскажутся. Значит, я буду, адвокаты потребуют с вас ущерб, миллион лень. Значит, вообще деньги, которые мы получим, я уверен, что я выиграю эти суда, и так же, как пройду проверку, я не ЕЕ, генпрокуратура. Значит, и этот миллион лень, который вы заплатите, и никуда вы, мальчики и девочки, не денетесь. Значит, эти деньги пойдут сегодня на один из социальных проектов Бельцы, которые я с вас получу. Потому что такую бредятину, такую мерность я никогда не подавал на вас в суд. Додон подавал на меня в суд раз в 20. Вот недавно вышла новость, усатый проиграл Додонов в суде. Это была первая инстанция. У меня 4 или 5 судов, которые я выиграл у Додонов. Уже есть решение, там, Куртия, Диапелл, других инстанций. Я просто не выкладываю это в суд. Так же, как и проиграл Настаса, космонавт. Ваш спойлер, суд, там, не помню, что там ходил, там, плакался и так далее. То есть я не занимаюсь этим. Я в Бельцах сижу, работаю, занимаюсь, делаю. Значит, самое мерзкое, это то, чтобы обмануть русскоязычных граждан. Вы сегодня сказали, что усатый, дословно, поменял свою политическую ориентацию. Уважаемые товарищи социалисты, Это вы, как вот эти со скоростной, в порванных колготках, которые просят 500 лей, когда на улице идет дождь и хотят согреться, готовы, задвесили. Вот это вы. И вы этим занимались всю жизнь. Вы сидели, причмокивали у плохотника. Да дом под столом кому-то делал воздушно-отдыхательные процедуры, чтобы вымолить какое-то уголовное преследование против меня в России, которым вы так кичитесь сегодня. Я никогда в жизни свою политическую ориентацию не менял и никогда не поменяю. Я с 2014 года говорю, что наша партия, это партия, которая объединяет все граждан Молдовы. И результат, который я получил на президентке выбора, показывает, что за меня голосовали и в Российской Федерации, в Израиле, США, в странах Евросоюза. И я, как премарбельц, набрал в 4 раза больше в диаспоре голосов, чем ваш кулек помятый, понимаете? Потому что я объединяю общество.